Алло, у застрахованного подтвержденный коронавирус не могут дозвониться до поликлиники. Поговорите, пожалуйста. Больше 200 звонков за 5 часов работы. Телефоны не замолкают ни на секунду. Обращаются в основном те, кто отчаялся дозвониться в скорую, поликлинике или Роспотребнадзор, чтобы вызвать врача на дом, записаться на прием или просто сообщить о том, что был в контакте с ковид-подтвержденным и теперь не знает, что делать. То есть вы по контакту находитесь на карантине и до Роспотребнадзора вы самостоятельно дозвониться не можете. Ведущий специалист одной из страховых компаний объясняет, контакт-центры по сути действовали и раньше. С апреля, в начале пандемии, они перешли на усиленный режим работы, а теперь и вовсе их усиливают операторами. В последние дни за день регистрируют по нескольку сотен звонков. Задача принимающего звонок – зафиксировать его и гарантировать обращающемуся, что сигнал дойдет до специалиста, который перезвонит, как только появятся возможности. Звонок могут перевести и на эксперта, который способен проконсультировать человека и как медик, и даже как психолог. Могут ему подтвердить, что лечение ему рекомендовано, оно правильное, оно соответствует стандарту, потому что разработан стандарт лечения по новой коронавирусной инфекции, либо, если это ОРЗ, оно не подтверждено, да, и по пневмонии следует, не следует принимать антибиотики, снять напряженность эту и оценить, в принципе, действительно ли заслуживает внимания вот сиюсекундного визита врача из поликлиники, либо выезда в скорой помощи. Потому что, в первую очередь, конечно, у людей больше паника связана с отсутствием информации. По такому же принципу, пояснили в Минздраве, работают контакт-центры и при других страховых компаниях. Их круглосуточные телефоны мы размещаем ниже. Одновременно Минздрав пообещал усилить контакт-центры лечебных учреждений. С сегодняшнего дня их будет 19. В скандально известной 14-й поликлинике целых 2. На телефоны сядет более 50 сотрудников. В Минздраве заверили, что это больше, чем обычно. А значит, шансы дозвониться у жителей края возрастут. Список телефонов власти пообещали до конца дня разместить на сайте Краевого Минздрава и правительства региона. В то же время, признают специалисты, данные центры практически ничем не отличаются от обычных регистратур. Они не гарантируют, что пациент сможет быстро попасть на прием к врачу, вовремя приобрести лекарство или закрыть больничный. А между тем, эти и другие проблемы остаются нерешенными. И как с ними рассчитывают справиться краевые власти, пока ясности мало. Илья Кочетков, Николай Шелходин с толком.